Привет, друзья! С вами снова я, Дмитрий Егоров, и вновь мы приветствуем вас в магазине Squat, и вновь мы будем говорить про обувь. Последние ваши комментарии, ваши отзывы и количество просмотров доказывают и рассказывают, что вы очень и очень любите Марку Фоллин. Следите за ней, иногда даже поправляйте, если я говорю что-то не совсем точное. Ну что ж, мы всегда стараемся идти навстречу нашим дорогим читателям, слушателям и даже зрителям, и поэтому сегодня будет еще один обзор новинок Фоллин, не переключайте ваши YouTube-каналы. Начнем, наверное, с самой такой летней, можно сказать, новинки, а именно со слепонов. Модель под названием Изи, даже вот здесь у нее написано на стельке Изи. Ну, в принципе, стандартные слепоны. Чем они мне понравились? Такое черное тиснение на околобархатной, ну, буквой кожи, очень хорошая толстая стелечка, прям такая хорошая. Поэтому для того, чтобы кататься сейчас в зале или для того, чтобы поймать последние, там, не самые холодные деньки, эти слепоны очень сильно попадут. Либо можете отложить их до следующей весны и лета и уже тогда рассекать в этих ярких черных слепонах. На мой взгляд, такая классика, которая всегда-всегда будет к лицу, всегда будет очень интересна. Ну, вот с этими, я говорю, интересными детальками в виде тиснения, на мой взгляд, выглядят просто прекрасно, с некими такими реверансами в сторону какой-то готики, может быть, даже металла. Про металл, кстати, сегодня тоже поговорим. Еще одна интересная модель, модель под названием Patriot, про которую мы уже говорили. Что здесь необычного? Расцветка. А-а-а, не черные фолины. А-а-а, здесь нету красным ничего написано такого. И даже нету клеточки, и даже нет какого-то вот этого сиреневого или там фиолетового цвета. Да, они существуют. И вот эта вот модель есть в таком приятном цвете. В принципе, все достоинства этой модели, про которую мы уже не раз рассказывали, здесь тоже присутствуют. Усиленная пятка, усиленная передняя часть, облегченная дышащая сбоку. Не очень, кстати, толстый язычок, что мне не очень нравится. И толстенная такая хорошая для ваших любимых прыжков и трюков стелька. Интересная модель. Я говорю, что мне здесь понравился приятный цвет, отличающийся от стандартных цветов компании Fallen. Надеюсь, что не только черные с красным кроссовки этой компании вы любите. Еще одна модель, которая прям вот тоже такая вот ностальгия сразу пошла. Вот увидел ее, и ностальгия сразу пошла. Идиот ностальгия. Ладно, неважно. Короче, очень красивая такая ретро-модель для скейтбордического катания под названием Crest. Здесь даже такая замечательная надпись есть. Design purely for skateboarding, что означает, что этот дизайн создан только для катания на скейте. Поэтому, если вы намереваетесь не кататься на скейте в этих кроссовках, вас настигнут. В принципе, интересная модель с такой классической быстрой шнуровкой, с толстым язычком, с всеми остальными присущими классическими моделями из конца 90-х, начала 2000-х элементами здесь присутствует. Усиление небольшое на носке, усиление небольшое на пятке. Вот такой вот хлястик, чтобы их надевать. Проверка стелечки. Стелечка проверяется у нас. Стелечка у нас жирненькая. Пожалуйста. Тоже не совсем стандартная для модели Fallen расцветка. Белая, с темно-зеленым, с черненьким. В общем, тоже интересная модель. Дальше две самых, наверное, интересных новинки, которые у нас есть. Модель господина Dotton Dave. Честно сказать, не особо знаю, кто это, но прекрасно знаю, что есть такая компания Heroin, которая изготавливает доски. И вот в эстетике как раз доска этой компании. Немножко такая около наркотическая модель. С другой стороны, Heroin, насколько я помню, по-английски пишется все-таки с Е на конце. Поправьте в комментариях, если не прав. А в таком виде очень интересное написание. Получается, что это Hero in Fallen, то есть герой в кроссовках Fallen. Здесь уже ближе к традиционной гамме Fallen. Но мне здесь понравилась вот эта вот вставочка с такими вот вштырьными глазами. И то, что это коллаборация. Коллаборация такая достаточно спокойная. Вулканизированная модель Patriot. Тоже классическая модель. На мой взгляд, получилось очень и очень неплохо. Поэтому, если не боитесь ФСКНа, то самое-самое оно. И последняя модель, наверное, самая такая жемчужинка. Может быть, не самая видная. Но, на мой взгляд, очень важная для бренда модель, которая сделана совместно с американской студией звукозаписи Metal Blade Records. Вообще, про Metal Blade Records, конечно, можно рассказывать очень долго. Я думаю, что если вы любите тяжелую музыку, вы сами, наверное, про нее сможете много рассказать. Но, кто не знает, это тот самый лейбл, на котором записывается такая великая группа, например, как Кеннибал Кормс, Бегемот и ряд других очень важных групп. Началась история этого лейбла еще в 1982 году, когда его создатель выпустил сборник под названием «Металлическая резня» Metal Massacre. Причем там на первом сборнике в 1982 году была песня «Металлики». С тех пор выпущено уже более 20 подобных сборников. И они интересны тем, что там, как говорится, «Алло, мы ищем таланты», ищут новые имена в тяжелой музыке. Такие группы, как Slayer, King Diamond, еще ряд групп, все они выпускались на этом лейбле, все они выпускались, нет, не на лейбле, а на этом сборнике, хотя часть из них не имела никакого отношения к лейблу и получала первых преданных фанатов. Вообще до сих пор, понятное дело, что все-таки музыка-то это такая, скажем так, нишевая, но до сих пор лейбл себя очень хорошо чувствует, он очень хорошо все продает. И в недавнем интервью создатель этого лейбла сказал, что до сих пор есть большое количество ребят, которым нравится тяжелая музыка, которые готовы покупать ее не только в цифровом виде, но и на кассетах, на дисках, даже что-то на винилах. А самое главное, мы продаем очень много мерча, поклонники поддерживают своих кумиров, своих музыкантов, поэтому все у нас в порядке, как говорится, рок-н-ролл жив. Хотя какой к черту рок-н-ролл? Тяжелый металл, друзья. Вот, поэтому если среди нас есть люди, которые слушают металл, то обратите внимание на вот это вот кроссовок, вот эти вот кеды, потому что Metal Blade Records, ну реально, это имя, это значимое имя в тяжелой музыке. Хотя я надеюсь, что вы уже сами это прекрасно знали. Но кто не знал, тот узнал. В целом, ничего особо здесь каких-то дополнений нет. Есть как раз вот это вот металлическое лезвие, которое разрубает логотип Fallen на язычке и на стельке. Стельку проверим. Стелька у нас сегодня, ну такая средняя журноватость. Яркие, красные, очень металлические кеды, поэтому если вы собираетесь идти на концерт какой-то своей любимой тяжелой группы, это те самые кеды, которые вам будет необходимо надеть. Вот такие вот новинки. Понятное дело, что это не все. Вернемся с какими-то новыми рассказами, как Fallen и других брендов. Какие из представленных понравились вам больше всего? Что из творений, выходивших на Metal Blade Records, слушали вы? Или может быть я в чем-то был неправ, когда о чем-то рассказывал сегодня? Напишите об этом в комментариях. Подписывайтесь на наш канал, смотрите наши обзоры, лайкайте их. А лучше всего поставьте их, чтобы ночью крутились. Только они у нас поднялись просмотры. И мы в выдаче видео попадали в первую пятерку. Шучу, нам на самом деле это не важно. Важно так, чтобы вам нравилось то, что мы делаем. До новых встреч. Пока.